Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья, я являюсь специалистом компании Кадрлайн и сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как изменение суммы договора займа в 1С зарплату управления персоналом версии корп. Сегодняшний материал ролика будет посвящен вопросу изменения суммы договора займа. В обычной жизни могут возникать такие ситуации, когда работник может взять займ не у банка или у кредитной организации, а у своей. В некоторых случаях работникам может предоставляться беспроцентный займ, при этом он должен будет уплатить НДФЛ в размере 35 процентов, так как он получает материальную выгоду. Более подробно с данным вопросом можно ознакомиться в статье 212 Налогового кодекса Российской Федерации. В рамках сегодняшнего материала мы подробно не будем рассматривать создание и заполнение документа договор займа сотрудников, с помощью которого осуществляется отражение факта займа. Если возможность создания документов отсутствует в программе, то необходимо убедиться, что в программе выставлены соответствующие настройки расчета зарплаты. Документ находится в разделе программы зарплата и далее пункт займа сотрудников. У нас с вами имеется созданный договор займа, в котором необходимо изменить сумму. Соответственно, нам необходимо с вами внести изменение условий договора займа сотрудников и при попытке создать на основании исходного документа новый документ изменения условий договора займа сотруднику и в нем изменить сумму займа ничего не произойдет. Видите, я запечатаю, поскольку данный реквизит закрыт для изменений. Однако отредактировать сумму в исходном документе можно при помощи стандартной обработки групповое изменение реквизитов. Для этого переходим в раздел администрирование, пункт обслуживания, далее раскрываем с вами подраздел корректировка данных и выбираем вышеуказанную обработку. Круповое изменение реквизитов. В шапке вот здесь в поле изменить выбираем тип документа договор займа. Договор займа сотруднику. Далее нажимаем по гиперссылке все элементы и у нас с вами отображается договор займа. Вбираем интересующий конкретный документ, используя разные отборы. Далее на закладке реквизиты напротив реквизита сумма устанавливаем галочку. Так, сейчас мы с вами найдем сумму. Устанавливаем галочку и указываем нужную сумму. Так быть, было 25 тысяч рублей, стало 50 тысяч рублей. Далее нажимаем кнопку изменить реквизиты. Так, изменение отбор не задан, изменить все элементы. Окей, да. Происходит изменение реквизитов. Изменение реквизита выбрано, всего изменений два. Нажимаем готово и соответственно нам с вами необходимо перезайти в этот документ. Видите, изменилось на 50 тысяч. Было здесь 25. Если у вас остались вопросы, как внести изменения в договора займа, вы можете оставлять под этой статьей и видеороликом вопросы. Мы с радостью на них ответим. А я вам желаю хорошего рабочего дня. До свидания. Продолжение следует...